Десятки заявителей из нескольких регионов страны приехали сегодня в Красноярск, чтобы лично встретиться с председателем Следственного комитета, рассказать о своих проблемах и обозначить вопросы, которые у них возникли к следствию. Так Раиса Таигина долгое время пытается добиться возбуждения уголовного дела по факту гибели ее мужа. Мужчина скончался от производственной травмы. По мнению женщины ее супруг состоял в трудовых отношениях с организацией, однако с целью ухода от ответственности сведения об этом были уничтожены и составлен подложный договор подряда. Следователям незаконно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Александр Бастрыкин уволил руководителя и следователя Следственного отдела, где шло расследование. Материалы проверки переданы в Центральный аппарат, дано указание срочно возбудить уголовное дело. Мы Центральный аппарат заберем в Москву, поможем товарищам расследовать. Двух этих товарищей я уволил, чтобы они не разлагали коллективу. У меня появилась надежда, Александр Иванович возьмет под свой контроль мое дело и я надеюсь, что правда восторжествует. Представители коллектива предприятия по производству хлебобулочных изделий в Красноярском крае выразили обеспокоенность судьбой свыше 300 своих коллег. Все они не получали заработную плату с июля 2018 года. Председатель Следственного комитета России поручил сотрудникам Следственного управления до конца года добиться выплат по долгам по заработной плате. За ненадлежащий контроль за расследованием уголовного дела первый заместитель руководителя главного следственного управления по Красноярскому краю отстранен от должности на время служебной проверки. Также к Александру Бастрыкину обратилась женщина из республики Хакайсия, которая не согласна с прекращением уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления в действиях врачей. Председатель СК России поручил провести проверку в отношении руководителя Следственного управления, руководителя отдела по расследованию особо важных дел по республике Хакайсия. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Центральный аппарат Следственного комитета России. Александр Бастрыкин дал указание подчиненным содействовать в организации лечения и реабилитации ребенка. На прием к председателю Следственного комитета также обратились две женщины с жалобой на ход расследования уголовного дела в отношении сотрудников детского сада. Со слов заявительниц, воспитатель частного дошкольного учреждения применяла к детям недопустимые методы воспитания. Закрывала одних в комнате и не выпускала, наносила удары, накрывала головы детей постельным бельем, причиняла физическую боль. Несмотря на то, что обвинение предъявлено заведующей детским садом, оценка действием иных работников учреждения до настоящего времени не дана. Уголовное дело поставлено на контроль в Центральном аппарате СК России. Александр Бастрыкин потребовал принять меры к скорейшему завершению расследования. Вот для него дети являются высшей ценностью. Я это поняла как мама. Меня не обмануть в таких вещах. Я не знаю, как дальше сложится у нас расследование этого дела, но что оно будет взято под его контроль, как-то вот у меня сомнений не осталось. По результатам личного приема председатель Следственного комитета практически по всем материалам проверок и уголовным делам назначил служебные проверки. Александр Бастрыкин дал конкретные поручения руководителям ряда территориальных следственных органов Следственного комитета. Ход расследования всех принятых жалоб и заявлений взят главой СК России на личный контроль. Продолжение следует...